У такой жаркой погоды есть минус – очень мучает жажда. Но пить или не пить – вот в чём вопрос. Правда ли, что воды нужно употреблять как можно больше? И что происходит с организмом, если пить мало чистой воды? Эксперимент от Дарины Иранцевой. При виде Максима и Михаила у зрителей в глазах двоится. Но это всего лишь иллюзия. Просто фокусники – близнецы. Братья с детства – не разлей вода. Но сегодня им придётся быть по разные стороны баррикад. Они поставят не совсем обычный эксперимент над своим организмом. В течение двух дней один из двойняшек будет пить много жидкости, а другой – мало. Мой брат будет пить большое количество воды на протяжении этого времени. Скажем так, больше, чем ты. А ты будешь пить меньше, чем я, правильно? Меньше, чем обычно. Да. И в итоге посмотрим, что у нас получится в итоге. Я думаю, это будет интересно. Интересно, очень интересно. Эксперимент начинается. Уже спустя несколько часов Максим почувствовал сильную жажду. Затем усталость и упадок сил. Это признаки обезвоживания. А что же происходит внутри организма? Давайте посмотрим на примере растений. Итак, когда цветку не хватает жидкости, вода из его клеток уходит. И они уменьшаются. Процессы в теле человека похожи, как две капли воды. Изменяется состав крови, потребление ткани кислородом, изменяется пульс, дыхание. Вырабатываются ненужные вещества. И за счет этого человек становится вялым, а динамичным. И ему хочется пить. За два дня Максим выпил чуть больше двух стаканов воды. И ходил, как в воду опущенной. Скажу честно, не самые приятные ощущения, потому что постоянно какая-то жажда, головокружение. Мой эксперимент сошелся на том, что меньше воды – это плохо. Существует стереотип, что воды нужно употреблять как можно больше. Но это иллюзия. За два дня Михаил выпил 7 литров. И его организм начал выкидывать фокусы. На второй день эксперимента я выпил больше воды 4 литра. Но, скажу честно, это было лишним. Пальцы начинают меня опухать. Для меня это в работе очень важно. И лицом становится больше. А так все хорошо. Но на этом эксперимент не закончился. Проверим водный баланс Максима и Михаила на специальном аппарате. Прибор измеряет импеданс. Это соотношение электрического тока. По отношению к человеческому телу, когда мы устанавливаем человека на платформу. И идет соприкосновение рук с электродами. Умная машина как в воду глядела и заметила. У Михаила после эксперимента явно переизбыток жидкости. А вот у Максима проблем почему-то не увидела. Впрочем, рекомендации близнецам дали абсолютно одинаковые. Выпивать в день около 2 литров воды. Ни больше, ни меньше. В жару следует выбирать простую воду, сок или зеленый чай. А вот от газировки лучше отказаться. Сладкий напиток только усилит жажду. Как пить дать?